Человек с добрыми руками. Рад видеть вас с добрым здравиями. А мы знакомы. Иногда встречаемся в магазинах. Наш слуга Эдмон. Вы пите что-нибудь? Разве только что-нибудь сухое. Горький опыт научил меня остерегаться сладких смесей. Сухой мартини? То, что нужно. Сегодня было чудесно ехать через лес. Птицы так поют. Я едва не оглохла. Много ездите на лошадь, это, мадам. Не устаете? Напротив, отдыхаю. В Лондоне я слишком мало двигалась. Сутками сидела в своей крошечной квартирке с темными окнами. Я их сама затемнила. Атмосфера должна соответствовать ожиданиям клиента. Ваш мартини, мадам. Благодарю. Ох, да вы мастер. Книжки-то писать каждый может. А вот чтоб сухой мартини получился по-настоящему сухим, нужен тот. А вы сами сейчас что-нибудь пишете? Регулярно и ежедневно. С семи до часу, как штык. И что же это? Роман? Мемуары? Сказка. Про зверьюшек. Главный герой – болотный жучок. А вот биографию принцессы Анны пришлось оставить, она ведь умерла в апреле. Правда, на днях мы с ней говорили, принцесса умоляет продолжать, но я пока не могу решиться. Так вы что с ней говорили уже после... Да, через моего агента. Принцесса была очень раздражена. Трудно представить, что духи могут раздражаться. Почему же? У них на том свете не меньше поводов для раздражения, чем у нас на этом. Ну что ж, мадам Аркати, кажется, время наступает. Надеюсь, мадам, вы сегодня в нужном настроении. Настроение тут ни при чем. Все дело в концентрации. Вы должны нас извинить за наше нетерпение. Но если вы еще не готовы, мы будем ждать, сколько нужно. Чушь, милочка, я абсолютно готова. Время идет, работа не ждет. Скажите, мы должны что-то сделать, куда взяться, зарубки или еще что-нибудь? Это позже. Сначала выберем стол. Я думаю, этот стол подойдет. Эдмон? Вот момент, который я больше всего ненавижу. Вы волнуетесь? Да. Когда я была маленькой, меня в такие минуты всегда тошнило. Как хорошо, что вы вышли из этого возраста. Решил малютка Дэнни своим кормиться пеньем. Теперь его еда, хлеб черный и вода. Терпеть не могу этот дурацкий стишок. Ну, что делать? Дафна его обожает. А кто это, Дафна? Дафна это мой агент. Маленькая девочка. Агент? Ну да. И сколько же ей лет? Она умерла, когда еще не было семьи. И давно это случилось? 6 февраля 1884 года. Бедная крошка. Значит, молочных зубов, надо думать, у нее уже не осталось. Вот именно доктор Брэдмен надо думать. Боюсь, если вы это и делаете, то не слишком серьезно. Все. Ты сбиваешь, мадам Аркадь. Не беспокойтесь. Я привыкла иметь дело со скептиками. В конечном итоге они-то и оказываются наиболее восприимчивыми. Теперь прошу всех положить руки на стол. Ладонями вниз. Может, покосить свет? Всему свое время. Пальцы ваших рук должны соприкасаться. Что-нибудь подходящая музыка у вас есть? Разумеется. Эдмон, поставьте пластинку. Дафна предпочитает то, что можно напевать. Теперь я вам кое-что объясню. Прошу сосредоточиться. Вы уже. Когда заиграет музыка, я погашу свет. Возможно, какое-то время я буду ходить по комнате или неподвижно лежать на полу. Убедительная просьба. Ко мне не обращаться, не двигаться. Словом, ничем меня не отвлекать. Вам ясно? Абсолютно. Конечно, гарантировать ничего нельзя. Могут произойти самые непредвиденные вещи. Возможно, кто-то из вас начнет получать какие-то сигналы. Не исключено, что начнется полтергейст, что всегда весьма шумно и разрушительно. В каком смысле разрушительно? Вы же знаете, милочка, они швыряются вещами. А я этого не знала. Ну, коль уж мы вступили на мост, надо перейти реку, не так ли? Ну, безусловно. К счастью, в это время года воздействие первородных стихий маловероят. Первородные стихии? А как они действуют? Этого, милочка, никто не знает заранее. Они ведь непредсказуемы. Но чаще всего проявляются в виде холодного ветра. Ненавижу ветра. Иногда он достигает силы настоящего урагана. Так может быть, пока мы не начали убрать вазочку с камина? Не волнуйтесь, я умею обращаться с первородными стихиями. Итак, начнем. Музыка! Свет! Есть ли там кто-нибудь? Есть там кто-нибудь? Если есть один удар, если нет два удара. Итак, вопрос. Есть ли там кто-нибудь? Дафна, солнышко, это ты? Я правильно поняла? Там есть кто-то, кто желает говорить с кем-то из нас? С кем же, милая, со мной? С доктором Брэгменом? С миссис Кондомайн? С мистером Кондомайном? Там есть некто, кто желает говорить с вами, мистер Кондомайн. Скажите, пусть изложит в письменном пиле. Я бы попросила вас не быть просвязанным. Дорогой, ты ведешь себя просто глупо. Ты сам все себе испортишь. Вероват, вырвалось. Скажите, никто из ваших знакомых за последнее время не покинул этот мир? Ну, по-моему, никто. Ну, разве что мой кузен работник социальной службы. Но мы с ним когда-нибудь не общались? Вы кузен мистера Кондомайна из социальной службы? Нет. Похоже, мы поставили не на ту лошадь. Попробуйте вспомнить кого-то еще. Напрягитесь. Дорогой, а может быть, это миссис Пламет? Ну, помнишь, та старушка. Она умерла в духах денег. Не знаю, отчего бы это вдруг старуха Пламет решила со мной общаться. У меня с ней не было ничего общего. Все равно надо попробовать. Вы, старушка, миссис Пламет? При жизни она была почти глухая. С ней надо погромче. Вы, миссис Пламет, старуха? Нет. Там вообще никого нет. Ой, какая досада. А так удачно все начиналось. Что ж, придется войти в транс. Надеялась этого избежать. Слишком большое напряжение. Но выхода нет. Делайте что хоть. Дафна! 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 Видимо, это дафна. Напрасно ей не удалили. А ты, ну, это... Дафна! Приводи! Стоп! А я же слышал. Ну, значит, слышал ты один. Кто-нибудь еще слышал что-нибудь? Ру, это ты сама сказала. Зачем ты меня разыгрываешь? Да что ты? Я рта не раскрывала. Раз, два, Чарли! Шревовещане. Шревовещане. Все ясно? Шревовещане! Да что с тобой? Ну, вы же слышали. Что слышали? Что? Долго вы еще будете утверждать, что ничего не слышали? Лично я, в самом деле, ни черта не слышал. Ты нас разыгрываешь. Хотел напугать. Да нет же, клянусь тебе. Я понимаю, малыш, После семи лет разлуки Трудно сразу найти слова. Кто это? Но если ты по добрый вечер Меня бы устроила... Меня бы устроила... Кто это сказал? Эльвира! Кто же еще? Дурацкий вопрос! Так, все, хватит. Представление окончено. Какой ты вредный. Мы только-только начали получать удовольствие. Больше не получите. Тради бога, что с тобой сегодня? Да ничего со мной, надоело и все. Ну что, дружище, На самом деле, слышали что-то, Чего не слышали быть? Да нет, это я валял дурака. Посмотрите на мадам Аркати. Что теперь нам с ней делать? Надо привести ее в чувство. Скорее. Я полагаю, лучше ее не трогать. Но у нас же, черти, сколько может так пролежать? Глубокий обморок. Делайте что-то. Ну, скорее. Дорогой, а зачем столько нервов? Успокойся. Мадам Аркати, просыпайтесь в седьмом воды. Ну, ну, решил малютка Дэнни. Ну, что он там решил, ну? Она приходит в себя. Вот такие дела. Как вы себя чувствуете? Отлично. В жизни так хорошо себя не чувствовала. Я теперь, вероятно, всю ночь спать не буду. Я-то точно классный. А ты-то почему, дорогой? Это действие вывело меня из себя. Ну так, что тут происходило? Были конкретные результаты? Да. Ваш обморок. Нет, я чувствую, здесь что-то произошло. Скажите, тут не возникали какие-нибудь видения? Не едино. Может быть, появлялись сгустки эктоплазмы? Я не понимаю, о чем вы, но не думаю. Я чувствую, здесь имело место нечто необычайное. Нас мой муж разыгрывал. Притворялся, что слышит какой-то голос. Это была шутка. Слишком удачная шутка, Сэр. У меня такое чувство, что в вашем доме находится какое-то постороннее тело. Не понимаю. Как это возможно? Будем надеяться, что пока я была в трансе, оттуда ничто не прорвалось. В любом случае, через пару дней все станет ясно. Если тут появятся какие-нибудь видения или необычные звуки, немедля дайте мне знать. Ну, разумеется, непременно. А сейчас мне пора. Всего наилучшего! Прошу вас!